всем доброе время суток с вами канал ухо 54 и я владимир ну вот как словом так и делом приехал ко мне фрезерный станок warrior 0401 f мощность двигателя 2 и 2 киловатта масса 215 килограмм диаметр шпинделя 30 рабочее напряжение 220 вольт вот такой станочек как я уже говорил приехал он взамен вот этого фрезера но я его выбрасывать не буду пока есть три фазы у меня будет у меня работать шипорезкой найду ему место циркулярка у меня здесь все стоит то есть я поставил колесную базу вон она и если надо просто я сюда выкатываю и напиливаю много заготовок сколько надо а потом туда его укатываю спокойно строгаю вообще станки на колесных базах отличное решение переставляя их не хочу это очень классно когда не хватает места сейчас откроем коробку и посмотрим что там станок с реверсом это очень удобно то есть уже пофигу в какую сторону волокна перебрасывать фрезы можно хоть с одной стороны фрезеровать хоть другой я вообще люблю фрезерные станки больше всего почему потому что изделие уже принимает окончательный вид там кромки фрезеровки и прочее поэтому я больше всего конечно люблю фрезерные станки ну вообще я люблю все станки но фрезеруют я больше всего предпочитаю ну давайте сейчас снимем коробку и посмотрим что там внутри вот так вот все замотано здесь вот такой вот красавец до близко с этим не сравнить конечно но посмотрим единственное здесь шпиндель на 30 а у меня на 32 фрезы но это и ничего страшного я сюда переходники на 30 втулки сделаю и все поэтому вопрос тоже решится инструкция что будет доставать и смотреть вот убрал я пленку с него вот такой вот он прям весь такой красивый это у него по ходу реверс улево но это реверс у здесь у него шкала сам шпиндель там все в масле прям на ухо видите консервационная смазка инструкция инструкцию не все хорошие это еще на циркулярки мы увидели да и на этих были станках тоже инструкции все нехорошие все на русском все расписано конкретно щеки так вот раздвигаются вот такой шпиндель стоит с кольцами это видать расширительная станина сюда вот она прикручивается болты здесь стоят это по-моему шпиндель стопориться или что тут еще надо все разбираться и смотреть сзади вот такой люк ближе ну да ну сейчас я тут с ним буду разбираться если что-то будет интересное буду вам показывать на в конце как всегда мы конечно немного фрезер нём посмотрим что он может яла с него направляющие сам шпиндель здесь кольца и вот такие вот направляющие для радиуса скорее всего это все хозяйство отмыл я смазку и нашел коробочки вот это вот и задняя стенка открывается здесь она два самореза и вверх поднимается все четыре самореза и он там лежат коробочки со всеми так сказать примочками и такой вал в 4 скорости то есть 10000 верхнего сейчас на десяти тысячах он стоит потом восемь тысяч шесть и четыре тысячи четыре тысячи это уже пилы только на него ставить можно будет вот такой шпиндель еще не пойму как тут все переключается сейчас вытащу коробочки посмотрим что там в коробочках вытащил эти две коробочки сначала надо снять с основы на которую он приезжает вот она основа это лежит и потом вытаскиваться снизу коробочки мы сейчас посмотрим что там есть весь отмыл его первой коробки вот такая вот колесная база колеса педаль уже увеличена педаль они стандартные такая же как и нас тех станка и больше ничего не запасной ремешок защита и прижимная вот такая вот какая-то штука но не гребенка она просто ровную такая вот я во взорах видел видел видишь она прижимать заготовки вот так транспортир это для прижимных тут что-то надо разбираться ну потом все соберу и покажу пиндель штурвал для колеса ножки это санги на 12 санга и на 8 и ключи два ключа и один такой вот да ребят шпиндель у него контрагается через две гайки сделан что тот шпиндель на 30 что вот этот и через две гайки то станок с реверсом поэтому обязательно контрагается хоть влево хоть вправо что крутился надо обязательно контрагать иначе произойдет обратная раскрутка поэтому две гайки здесь как и он контрагается ладно сейчас его соберу до конца поставлю на колесную базу там уже включу себя с первый пуск разобрался я маленько то есть можно включать с кнопки вот если сейчас он не будет включаться если она включена то он не включается то есть берем реверс и заработала ручка дребезжит 10 тысяч оборотов вот сейчас вправо крутился и также реверсом поворачиваешь сейчас влево крутился отключаем ни туда уже не сюда то есть и либо ставим вправо можно реверсом работать включать можно через кнопку включать это очень удобно конечно вот это шпиндель на 30 стоит надо все проверить все попробовать у меня привычка на них фанеру ложить то есть почему фанеру много одинаковых операций я просто по направляющим делаю риски вот как здесь нарисовано вот они видите черточки то есть если надо на дверной там комплект вот эта линия идет если это микрошип вот эта линия идет и я просто направляющие ставлю поэтому я люблю когда здесь дсп и примочки всякие на саморезы при прикручивать тоже удобно наверное скорее всего на него тоже дсп будет укладываться вот ну ладно буду дальше собирать поставлю на колесную базу сам все на него скидаются поставил станину расширительную вот эту и выбил все по правилу никаких искажений в общем ребят как это я делал и на циркулярки здесь сначала притягиваешь ее потом ставишь вот так вот правилу и я сначала притягиваешь и делаешь чуть чуть выше на миллиметрик а потом он потихонечку на затянутых болтах чуть чуть ослабляешь и начинаешь подбивать ее выстукивать и тогда станина остается хорошо видите нету никаких просветов абсолютно никаких портянок я сюда не лужу по диагонали тоже все нормально не знаю вроде пока все ровно пока вопросов никаких не вижу два ключа здесь вот таких комбинированных вот один для шпинделя вот сюда вот одевается чтобы откручивать сам шпиндель почему-то не стопорится не знаю почему может за реверсы ну не знаю я в принципе так тоже пойдет вот и мой ключ тоже подходит сюда один в один с моего фрезера китайцы у меня украли блин размер но это неплохо я уже говорил две гайки здесь то есть когда работаешь нормально в направлении слева направо то работаешь с одной гайкой вот она если шпиндель сюда она сюда закручивается и работает на затяжку если с реверсом работает то тогда придется контрагай это обусловлено все реверсом и поэтому тут что-то возражать не придется снял шпиндели я вот на 30 снизу так вот он куй крепится таким штоком и на 19 тоже шпиндель также двумя гайками и с кольцами все тоже самое потом идет санглый зажим на 8 вот все спокойно заходит гайка к нему ведет и к ней идет вот такой ключ все все в масле вот такой ключ для затяжки также идет санговый зажим на 12 вот фреза дима русская кстати отличная фреза вот такую артику вот для мебельного фасада то есть она перед не надо ничего раскручивать просто вверх-вниз опускаешь и все легко настраивается тоже на 12 спокойно все уходит даже руками прижимаешь она уже не вытаскивается фреза отличная постоянно и пользуюсь даже вот они стоят фасады то есть эта дверка с лестницы вот она собиралась на нее и здесь такой щит межпотолочные тоже на нее все собираю быстро и ловко поставил ему голову вот эти направляющие подстраиваются это принцип фуганка то есть может меньше больше выдвигаться вперед назад здесь они вот так вот ходят по горизонтали а здесь еще вот так вот стоят вот такие там под шестиграни кайки и они настраивают вот так это отклонения то есть в общем полностью они настраиваются как надо так и можно подвернуть принципе это все конечно удобно вот это такое поле удаление вот это скорее всего придется отпилить потому что с мебельных фасадов там такая варса летит тут ничего не пройдет зря не ты ставит эту перегородку скорее всего ее придется отрезать ну не вытерпел я поставил голову и сейчас мы призернем мебельным фасадом этим и попробуем в общем он она стоит и попробуем хватит ему оборотов на десяти тысячах этой фрезе или нет вообще может он работать с концевыми фрезами или нет а вот у нас одними мне придется обрастать то есть на 30 вал ну какие-то я кольца вытащу 32 переведу на 30 через кольца а вот что-то надо делать с фрезами такие основные цепил я ему пыле удаления вот таким образом там кое-как я это все придел там на 100 у меня на 110 ну а чё нормально он фрезеруете оборота вполне хватает ну вот после 10 тысяч оборотов простой концевой фрезой маленького диаметра ну ничего в принципе все нормально критично волны никакой не вижу есть немножко волна но она легко убирается да она после любых остается только после моих 6 ножевых волны нету она этих на всех есть вот нормально на работа с концевыми фрезами ну вот собственно и собрал я фрезер весь все что я увидел то и вы увидели показал я все даже маленько поработали на нем к сожалению с насадными фрезами я не смогу и не смог пока показать его в работе даже попробовать потому что у меня нету на 30 насадных фрез и нету колес для перехода с 30 на 32 поэтому закажу кольца кое-что через кольца переведу а мебельный фасад там и дверные комплекты скорее всего надо будет заказывать потому что у меня их на 30 нету там идет комплекции поэтому вес большой и через делать через какие-то его кольца лучше этого не делать это может плохо кончится потому что вес большой люфты могут быть и прочее через несколько переходов здесь не вот такой транспортир вот здесь такая пипка у него она вытаскивается откручивается воду и вытаскиваешь вот так и переводишь ее сюда ставишь и 1 и 45 градусов и так же назад 1 1 и 0 90 немного люфтит но люфты это все легко стороне мы ведь подстукивать если но думаю это все легко можно стороне может быть даже как-нибудь покажу как я это сделаю тоже здесь защита идет такой вот здесь пластик стоит в глазки не повыбивала а там стоит прижим тоже пластиковый здесь такой рычажок его вверх подымаешь это все хозяйству так вот подымается вот здесь прорезь ведь она поддается то есть прижимает заготовку за счет этого прорези вот а я не знаю буду это еще использовать или нет сильно то я не привыкший к этим делам как бы ну посмотрю вот на этом все всем удачи теперь конечно только в работе увидите до встречи